Комментарий-то неправильный Сестры Итак, подсказали мне, что на предыдущих занятиях закончили 9 стих 2-го послания апостола Павла Каринфяна Но мы вернемся, наверное, вот Думаю, что с 7-го стиха прочитаем все И надежда наша о нас тверда Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения Зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии Потому что мы отягчены были чрезмерны, сверхсилы, так, что не надеялись остаться в живых Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскресающего мертвых И 10-й стих Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого, надеемся, что еще избавит Имели определение, приговор, ответ, какой давали дела Хотя они и не издали голоса То есть прежде, нежели мы подумали, предстало ожидание смерти и приговор, какой произносили обстоятельства Но на самом деле сего не случилось Для чего же, говорит, было это? Для того, чтобы мы научились не надеяться на самих себя, но только на Бога Впрочем, Павел говорит, что это не потому, чтобы сам нуждался теперь в этом наставлении Ибо кто более веровал, что должен надеяться только на Бога Но под видом повествования о себе самом выразумляет других И вместе с тем научает смиренно мудрию Я конспектировала... на прошлом занятии мы это проходили Я в прошлом раз конспектировала, сейчас то же самое Я говорю, что мы повторили этот 9-й стих А, вы повторили? 10-й я уже прочитала Сейчас будет читать толкование на 10-й стих Опять напоминает им проповедь о воскресении О котором так много говорил в первом послании И которое настоящими обстоятельствами подтверждает еще более Посему ты совокупил Который избавил нас от столь близкой смерти Не сказал от опасности, но от смерти Хотя в воскресении есть дело будущее и неизвестное Но он показывает, что оно ежедневно бывает Ибо когда Бог избавляет человека Приблизившегося к самым вратам ада То этим показывает не что иное, как воскресение Поэтому-то мы и имеем обыкновение говорить О подобном состоянии человека Видели воскресение мертвых Отсюда научаемся тому, что жизнь наша должна постоянно проходить в борьбе Ибо когда говорит избавит То предсказывает бурю многих искушений Иногда и в этой жизни мы оказываемся в такой ситуации Что, казалось бы, нам предстоит неминуемая гибель Но Бог избавляет от этой неминуемой гибели Я вспоминаю, как вот рассказывала сестра Как она была на кручении Берег обваливался И она должна была погибнуть Но Господь ее спас А для чего спас? Да Он провидел, что она должна еще обратиться к Богу Прийти, чтобы была она нашей сестрой во Христе Это ее как бы второе рождение, можно сказать А вот недавно я разговаривал с братом Сергием Который лежит в Воронеже Он мне рассказывал, что он мечтает Хотя, говорит, это слово не любит Игнатий Тихонович Но я, говорит, мечтаю Мечтаю о том, чтобы как бы поскорее соединиться с Господом И в то же время рассказывает А вот есть среди моих знакомых Хороших знакомых Такие состоятельные материальные люди Преуспевающие в бизнесе Одна там про нее рассказала Женщина-бизнесмен Бизнесвумен Все у нее там хорошо, все гладко было Бежала она на очередное свое заседание Или по делам каким-то Попала под машину и все И кончилось Отнял Господь Погиблся все Да То есть Мы должны помнить, что всякому Однажды належит умереть А потом, а потом суд И воскресенье Тут говорится о воскресенье Воскресенье-то оно для каждого человека будет Каждый воскреснет Вот та, которая под колесами автомобиля погибла Из этой жизни прошла через эту первую смерть Но вторую смерть еще предстоит ей пройти После суда По воскресенье Из мертвых Поэтому, когда Господь избирает здесь Оставляет в этой жизни Избавляет от смерти Неминуемой от этой первой смерти То тогда воскресенье будет Возможность Иметь вечную жизнь По воскресенье Да, Людмила Степановна Я вот слушала позавчера Слушала Осипова Алексея Ильича Ему задавали вопросы Ну так вот Как Игнатих Ильичу давали записочки И он их потом зачитывал И задавали вопросы Много таких вопросов задавали Он отвечал Ну там некоторые я как бы Как вот у нас Игнатих Ильич Объяснял Как я изучала С некоторыми я не соглашалась с его ответами Но вот он в конце ответил на вопрос Что касается людей Которые погибнут Кто умер Верующие, неверующие Он там так пространно отвечал На многие эти вопросы И два есть Два пути Которая приняла церковь Приняла церковь православная на соборах И приняла церковь западная Тоже на соборах Он два вот этих вида спасения человеческого сказал Первое он сказал Что человек верующий Крещеный по вере И сохраняя Ну в течение всей жизни Он не отвернулся от Христа И умер И отпели И все вот это Принимает церковь Что человек только верующий Крещеный Исповедующий Принимающий Христа в сердце своем Но И сказал второй путь Второй Который принят тоже на соборах Что люди Которые Все Которые Господь Которых Как бы Дал жизнь Которым на земле Они умирают Они все спасутся Все люди Верующие Приняли Христа Или не приняли Так не надо время тратить Ну зачем на глупости Тратите время Вы говорите по Писанию Мы собрались Слово Божие Кто сказал Конца края Думаю Где закончить Чем ничем Богохульники Которые это говорят На этом конец Верующий в Сына Имеет жизнь Не верующий Не увидит в жизни Все Евангелие Оттиана 3 глава 3 6 стих Что тебе еще там надо Никогда не слушайте Эти бредни Они этим живут Это доход Они с мертвы Хрен-то снимают Два пути Да не кто Это другое Спасительное А Христос Не нужен был бы Все религии Все спасаются Нет другого имени Под небом Без любви Никто не спасется Соблюдение заповеди И любовь к нему Вера без дел Мертва Это бесовская вера Бесы веруют и трепещут Он так в конце и сказал Что слушаете их? Вот сейчас их подряд Открывают Он так в конце и сказал Как это У меня Если разрешишь Да-да-да Слово подвижник Я вчера только увидел Что у нас В общем есть один человек Подвижник Теперь брат поясни Что такое слово подвижник Как о нем мы понимаем Что это за слово? Я думаю что Это от слова подвиг Совершающий постоянно Он движется По пути спасения Дарованным Господом На Голгофском кресте Ну и Постоянно совершая подвиг Он Противоборствует силам тьмы А поэтому и побеждает их В духе святом А я вчера подумал В виде юмора Подвижник От слова двигаться У нас подвижник Это батюшка Он туда-сюда Снует Потеряевку обратно Потеряевку обратно На неделю Он подвижник И он самый настоящий Баптист Сто процентный Потому что Баптист означает Погружатель Креститель А уже дорожников Подвижной состав Да Еще вчера мне мысль Такая пришла Евангелие от Иоанна 5.43 Кажется написано Христос Когда говорит Его не приняли А придет иной Во имя свое Его примите Иной Под иным Понимает Антихриста Иной Придет И его примут Слово иной Вообще ничего не значит Иной нож Иной рубль А это Иной Меня не приняли Это против Христа Антихрист Антихрист Истина От Бога истины Она не могла произнести Я подумал Почему Если приняли Что он мессия А мессия говорит Эммануил С нами Бог Это прямое указание Дается Что он Бог Прямо И назовут его Эммануил Что значит С нами Бог По делу Видимо Вот для чего В конечном счете Когда придет иной Он сядет Как Бог Выдавая себя за Бога И это Сегодняшнее мессианство Оно Всего лишь Пунктируем Дорожка к Антихристу Потому что Если они приняли За Бога Православного Того я не могу Принять за Бога Я уже принял его А у них это место пустое Они его и посадят Я Нашел сейчас В интернете Об этом деле Правильно говорит Совсем даже Неуважаемый Мною Осипов Он колобродит Столько Его на Суд Божий Уже сегодня Надо тащить На Евангелие Совсем не смотрит Там Сам путь спасения Спаривает Он что только нет Там монахи Жгут книги Это другой вопрос Другой Он осуждает Сектантам Которые Верующие В Сына Божия Имеют жизнь Вечную Так как Так Он совсем не верующий Сколько он людей Перепортил В Академии Я его прослушал Вниматель И вдруг И вдруг нахожу У него Об Антихристе И говорит Абсолютно правильно Никого Не надо Зазирать А что Он говорит А вот В русском Народе Нигде Такого Нету Во всей Вселенной Чтобы они Жаждали Восторить Царя Царебожники И вот Канонизировать Надо Царя Канонизировали А теперь Царь Николай Второй Это Искупитель Мы говорим Всегда Один Искупитель От грехов Он умер За грехи Народа То есть Это Второй Искупитель Так вот Есть Я еще Раньше Считал Что Венчать Антихриста Будет Патриарх Православный Он как раз Осипов Об этом И говорит Русским Людям Ничего Не надо Больше Они уже Готовы Все Принять Антихриста Он Сюда И явится Из колена Даного Провозгласят Как Бога Они ждут Его Императора Императора Который Решит Все Вопросы А вот Такого Такой Он и Придет И решит Он Абсолютно Щетко Ясно Выстраивает Линию Никакой Другой Народ Так Не Примет Как Русские Будет Или Не Будет Это Я не Знаю Обстановка Именно Такая Вот Эта Канонизация И На этом Не остановились Иоанна Крошадского Тоже За Бога Признавали Секта Иоанитов Была Сейчас Секта Николаитов Которые Господь Презирает Он Искупитель Он Не Может Быть Искупителем Он За Свой Грех Даже Не Мог Искупить Жертвы Христа Я Например Для Меня Он Святой Надо Грань Знать Куда Дальше Лезет И Вот Я Послушал У меня Время Свободное Я Пенсионер Я Соломинями Слушаю Каждый День За Компьютером Столько Всего Все Смотрю Только Документальное И Вот Когда Они Оспаривают Кого-то Пытаются Нигде Доброе Не Верут Такого У нас Она Приговоренная Церковь Тройная Ложь В церкви Тройная Я Всегда Об этом Говорю А Они Не Понимают Ложь Затмила Глаза И Везде Воевать 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 Надо Видимо Они Поколения Современных Попов Они Должны Уничтожены Богом Они Миллионы Людей Снова Ведут Не в том Направлении И Вот Сейчас Подкинули Ян Златоуст Говорит Так С Ян Златоуст Цитирует Что Бывает Дело Нам Нравится А Божьей Воли На то Нет И Оно Противно Богу А Бывает Нам Не Нравится А Бог Повелевает И Вот Это Самое Убить Если Бог Повелевает Значит Надо Убить Кому Повелевает Где Может Быть Повелевает Но Впереди Стоит Заповедь Не Убей Враг Голоден Накорми Ты Это Сначала Исполни А потом Увидишь Оружия Нет Уложи Меж Твои В ножны Кто Убивает Надлежит Быть Убит Он Говорит Вообще О Чувствии Справедливости В человеческом Роде Как Гражданин Я За убийство Этих Маньяков Как Христианин Я Сложил Руки И Молюсь Я Не Могу Они Не Понимают Апостол Павел Когда Я Был Без Закона Да Он Дня Не Был Родился Парисея Парисея Он Говорит О Человеческой Природе Когда Был Без Закона То Пока Моисей Не Дал Закон Не Было И Греха Я Жил Без Закона Он Никогда Не Жил Без Закона Ты Почитай Блаженных Эпилак Толкования Еще Мне Мысль Пришла Какая Настаивание На своем Когда Умер Соломон Оставил С куда умного Разум Раваама Народ Пришел Стал Просить Обычно Амнистия После смерти Царя Налоги Как-то Меняется Что-то Вот А Молодые Ему Посоветовали Не Слушай Ты Гайки Крепче Закрути И Нашелся Ирваам Сын Наватов Он Крикнул По шатрам Израиль Нет нам Счастья Сыне Исеевым И Десять Колен Отвалилось А два Осталось Одна Шестая Пять Шестых Увел Пять Шестых Но Как бы Это Не было Горько Он Собрал Войну Хотел Идти Пророк Вышел Не ходи От Бога От Бога Не может Быть Разделение От Бога За дела Ваши А те Пошли Куда Там Будут Идолопоклонники О них Тоже Бог Будет Заботиться Тоже Но Цари Все Идут По линии Родословной Только Здесь Где Два Колена Значит Божье Обетование Исполнилось И Наказание Пришло И так И сейчас Обетовано Что Обетовано Израиль А Россия Ничего Не обетовано Наша Территория До Урала Под Америку Отходит Мы Можем Проснуться В один День И Увидеть Полосатые Звездные Плак Над собой Сегодня Об этом Много Говорят И все Пророщат На этот Год Войну На этот Год 15 Но Это Бог знает Я помню В 92 Году Ты Материалы Раздавал Чернигов Лаврентий Приносил Приносил Кайси А Кайси В 92 Году Кончина Там Еще Только Не было Ничего Нет В 92 Вообще В 92 Год Особой Пьянка Ельцина Отмечен Больше Ничем 92 Уже Коммунисты Отошли Как бы Вот Лаврентий Чернигов Никто Сроки Не знает Не назначайте Но Судя по всему Так дальше Продолжаться Не может Вот это Отделение Там Новороссия Это было Искусственно Составлено Все Если бы Им заранее Показали Трупы Убитых Горы Убитых Сколько Придется За этим Ведь Воюют С теми Которые Отделились Крым Испокон Века Был Русский Там Украинский Не был Это Хрущев По самодурству Своему Бесноватый Фюрер Свой Русский Был Вот это Поддержали Зачем Поддержали Зачем Отсюда Вы только Цыкнули И все Прекратите Никто Добровольно От себя Области Не разрешит Даже Лукашенко Отрывать Говорит Ну я За Россию Говорит Ну чтобы Отрывали Области Я против И все Вы слышали Как расстреливаете Целые автобусы Расстреливаются Туристов Из Белоруссии Которые едут Белоруссия Почти ход Закрыла В Украину Искусственно Все делается А как Вы на это смотрите Мне смотреть не надо Мне надо смотреть За собой За грехами А священники Лютуют на меня Ужас один Воевать надо Воевать Подсовываются Там С мощами Не разберутся Никак Что вы за мной смотрите Я ему ни одному Ни одному Не пишу Ничего Если я где-то Показываю Вот написано Под видом православия Проповедуется сатанизм Привезли Мой там Палец Или что-то Георгия Победоносца Кажется И из серебра Рука сделана И вот так вот стоит Эта рука серебряная Высокая Примерно вот такой вот Ее священники Несут крестный ход А теперь Показывают Это знак сатанистов Все сатанисты Все президенты Масоны Все показывают Вот этот знак Все Все до одного И показывают Как он стоит И всех Не рисунки Снимки-то И теперь пишут Что нам делать Мы же поклонялись Этому Бафомету Козлу Это козлиная рога И эта рука Несут ее Вот это вот И показывают Крестное знамя Это какое Такое там Как они Благословляющие Ну где вы видели Церкви Чтобы на иконах Это было Ужасно Это не где-то Господи помилуй Православие Сатанизм Под православием Православие Под видом сатанизма Откройте В интернете Найдете И прихожане Написали Теперь письмо Архиерею Там кажется Патриарху Что теперь делать Мы же все Оскверненные Знаку сатаны Кланились А ее тащили С мощами доигрались Вплотную К сатане Хлопнулись Лбами Я священникам Материал скидываю Ни один не отмечает Перепрыгивает Идут дальше Они приговоренные Да если Ты не знаешь Я тебе дал материал Хотя маленько Сказал Да Заблуждение Ни слова не говорит Кидаются Теперь на меня И сунуться Еще Вот надо Вы говорите О Христе 50% Вы считали А 50% Говорите о себе Я говорю Захрепитесь на этом Значит я обратился К Богу Я и должен это говорить Ты пойди Хоть к сектанткам Кому они Всегда расскажут Как он обратился Хвалящийся хвалить Господом Я конкретно показываю Я не просто верующий А обращенный Бог дал мне жизнь И я об этом свидетельствую Какое чудо Со мной Бог сотворил Где я был Как он меня вытащил Да надо быть каким Неблагодарным Чтобы умолчать Об этом Каждое слово за мной Просто я написал Говорю Вот Одно Одно предложение Библия Лопухина Издали там Где Финны Столетию Она трехтопник Такой большой Там 12 книг Трех книг И бесплатно Продажа не подлежит Я тут же пришел Покровский собор За 300 рублей За 300 рублей А у меня Оклад для вторжи был 72 рубля Когда я за полгода Не накоплю А вы о себе Говорите А как Ну сказал Что зарплата 72 Это я о себе говорю Вы понимаете Даже не то что Говорят А купить А подарить А попить надо Совсем Никакой веры Никакой веры нету Попов Я гляжу Ни страха Божия Только одно Защищать ложь 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 Непрерывно Лживые отношения Между пастырями И пасхой Между собой И между архиереем И нижним Это тройная ложь Она покрывает А где она Она везде Везде Но особенно здесь Я даже как бы Надвое говорю А можно что-то сделать Ничего не сделать Это приговор Божий Они впали в это Они сейчас самое страшное Будут защищать Самое страшное Сейчас прямо День и ночь Они там начинают Прославляют Путина Кто-другого Это чем Путина трогать Он пусть путается сам Ты за себя отвечать будешь Все кто Путина образовалась Поклоняются как Богу Ним при живом Даже живых Даже святых не канонизировали Где он обедал ложки Так эти ложки там Одна Так он одной ложкой ел Уже 20 ложек кажется И глазам там Исцеление везде идет Все Главный проспект мира Мы были в Грозном Имени Путина Это даже при царе Царя не было Если Новый Николай Честь Николая Не царя У них Петропавлов Это Петра и Павла Не думайте что Петр-то назвал Честь Санкт-Петербург Город Петра Не себя Он Петром назвал святым А здесь при жизни Вам есть о чем думать? Моя задача о нем молиться Чтобы он не погиб Без покаяния На нем столько Навешано уже Что Не провернуть Может за сто лет Сейчас пишут И как ПСБ уничтожало Эти взрывы Устраивал как Небоскребы в Америку Саирус Все это само свалило Это все уже доказано А почему? Политика Грязное дело И что вроде бы Вот там без решения Не знаю Не знаю Ну Моя задача молиться Молиться Но не канонизировать При жизни Подождите маленько Я молюсь Не прислушиваться к совету Столь близкой смерти Избавляет И на которого надеемся Что еще избавит И мы вслед за апостолом Павлом Можем сказать Что сколько раз Избавлял нас Господь От неминуемой смерти И избавляет И надеемся Что еще избавит И главное Чтобы избавил нас От этой второй смерти Которая может наступить После страшного суда А через эту первую смерть Дал бы Господь Как мы просим Чтобы Господь даровал Мирной, христианской Непостыдной, безболезненной Кончиной нашей Просить себе испытаний Это не стоит Потому что Не всякому это Можно перенести И можно и сломаться Одиннадцатый стих При задействии вашей молитвы за нас Дабы задарованное нам Походатайству многих Многие возблагодарили за нас Толкование Поскольку слова Чтобы не надеяться На самих себя Могли показаться Для некоторых Общим обвинением И касающимся их То смягчает сказанное И просит молитвы их Как Великого Представительства Сам апостол Павел Просил Молиться о нем Так что Как мы можем Не просить Его В свою очередь Молиться о нас Конечно Отсюда же Научаемся И смиренно мудрию Потому что В молитвах Коринфян нуждался Павел И узнаем силу Самой молитвы Ибо много может Молитва церкви Совершаемая Как должно Какие важные слова Ключевые слова Как должно Ибо много может Молитва церкви Совершаемая Как должно Так что И Павел Нуждался в ней Избавил Говорит Нас Бог И избавит По молитвам Вашим И обозадарованное Нам Походательству Многих То есть Чтобы Заблагодать Бывшую Во мне По молитвам Вашим Многие Лица Между вами Возблагодарили Призывает И нас тоже Быть благодарными Всегда Ибо спасение Мое Бывшее По молитвам Вашим Он даровал Всем Вам Чтобы Многие Лица Возблагодарили Его За нас Отсюда же Научаемся Не только Молиться Друг за друга Но и Благодарить Друг друга Обрати внимание Как вначале Говорит Что он спасен Пощедротом Божиим А теперь Приписывает Спасение Молитвам И их Ибо С милостями Бога Мы должны Соединить И собственные Молитвы Собственные Милости И здесь Павел Не все Из благодеяния Приписал Коринфянам Чтобы Не довести Их до Надмения Но и Не совсем Отчуждал Их от этого Чтобы не Сделать их Нерадивыми Какая Мудрость Да Так вот Провести Между Двух огней Что называется Чтобы не туда И не туда Не упасть А провести Правильным путем Ко спасению Я вот 53 года Это не 2 года И в храмах И слышал Ни разу не слышал Чтобы священники Говорили такие слова Слово Божие Живо и действенно Евреям 4.12 Почему у меня Просто Я не хочу Они у меня прорываются Потому что Это мое слово Оно обо мне Я показываю Как оно животворит Я опять скажу О себе Почему Я услышал слова Я сразу к себе Их обращаю Я показываю Что можно жить Жить в слове Божьем А они этого не знают Они лопаются Вы о себе говорите А о ком я буду говорить Когда вы мертвы Тогда он останется Только пустым словом Для меня оно Живое Они молились Меня так же посадили Я сидел Вон у меня сидит Подруга моя Как они молились Пришли Когда после суда Мы не знаем Что Его посадили Вынесли Они пришли Все радуются Веселые такие Прямо как будто Отпустили его на свободу То есть Мы то здесь А он пошел В воздух свидетельствовать Но за меня молились везде В Японии молились В Америке В Австралии Я потом только узнал Когда письма пошли Уже когда я сидел Слава Боже Живое действие И я вернулся Я то на это смотрю Я не должен был вернуться А почему Потому что Когда я освободился И пошел В милицию В это время С КГБ Ко мне домой приехали Надежда Васильевна Была дома только И спросили А где он Ну пошел паспорт получать А он что Как он так Не обижается Он там Да он христианин Понял То есть они интересовались Вернулся Вы вспомните Иуда Бенгур Когда он говорит И как С Галер вернулся Милостливый кесарь Кесарь отпустил его Никто не верил Что он вернется Я не должен был вернуться Потому что у меня Тема была 1.5 Первый я Союзе распространил Может тысячами Экземплярами Архипелаг ГУЛАГ Масонство Кто такой Ленин Откуда они пришли Я 14 лет Занимался Всем что Сионские протоколы Что было до революции Сказано Зарубежная Терратура Все обработано Все это Начинал на пленку И распустил Это стояло в обвинении Я не должен был выходить Один из КГБшников Подполковник Ко мне очень хорошо Относился И он говорит Как вам удалось Так чисто написать У меня был Свой программист Леонид Ильич Помогал мне Но не Брежнев А Леша моего звали Вот так было чисто Он говорит Я зашел в кабинет А там прослушивает Ваши материалы Я говорит Дверь закрыл И не стал слушать За то что слушает Придется отвечать Уже в КГБ Материалы мои Находятся И все еще слушать нельзя Сидели отделы Занимались этим А как он вернулся живой Понятия не имею Но я вернулся живой Причем по молитвам многих Если бы я не вернулся Ни одной книги бы не было То что я написал Сделал после освобождения В 86-го года Этого ничего бы не было Не было А я дополнительно Пересчитал Библию Там что Этого ничего бы не было Не было бы Форума Не было бы сайта Не было бы канала Для 2600 только наших роликов Это то что на мне Господь Зарядил Слово Божье Живое и действие Я читаю По молитвам освобожден Я по молитвам Я и говорю Это истинно так На мне это было Я его вижу Апостола Павла И он говорит Подражайте мне Как я Христу Насколько верно Я подражал За меня молились все Приходили на суд Сектанты Баптисты Из-за рубежа Печатали в Париже Это Бог так сделал Вот одна из них сидит Тебя допрашивали В этой книге Для слова Божьего нет уст Ты там есть Считала? Считала Вот Вот сейчас ушла Таня Нету Это Новикова Потеряю И его там Надежда Васильевна Просит слово Дай ей Надежда Васильевна Две минуты Когда его посадили Уже все Я говорю Пришла в прокуратуру Мне послали туда Они говорят Я говорю За что его так далеко В лагерь смерти отправили Когда сказали Что Три года может здесь отбывать В Алтайском крае Он тропку берет Да-да В Алтайском крае Он должен Такая статья Тропку берет И вот так вот спрашивает Там что Лапкину А потом Я вот так напротив сижу Так-так Все понятно Ничего не сделаешь Уже по-другому Стал со мной разговаривать Кто-то там Что-то ему сообщил Только в лагерь смерти В лагерь смерти был Я туда ездила Несколько раз Пять наверное Ездила к нему На свидание Второй раз свидание Не дали Третий раз не дали А просто По телефону разговаривали И такой был хороший Там казак Он нам так сочувствовал Я говорит Вам сейчас по рации дам С ним поговорить И мы с ним разговаривали Он там А я из его кабинета Разговаривала Вот такие люди Были чудные Я задал бы вопрос Сейчас Кто будет смотреть Наше занятие Ко всем священникам Передайте Ко всем архиереям У кого в комнате В келье Есть такое Как у меня написано Слово Божие Живо и действенно Пожалуйста Это по моей просьбе Надежда Ивановна Пальгоева Написала в храме И она мне написала У меня дома Все время Живо и действенно Поэтому То что бы я не считал Оно все абсолютно Мне близко Как будто Про меня это написано А вы говорите о себе Да вы в умею или нет Вы когда псалтырь то читаете Мы не просто считаем Как книгу А мы от себя Эту молитву делаем Помилуй меня Боже Ты что В это время О Давиде помнишь А ты говоришь Помилуй меня Боже Вы это златоузго Ту сваю прочитан Они меня в этом обвиняют А вы о себе говорите Да я говорю не о себе Я говорю о возрожденной душе Которую Бог дал благодать Родиться свыше Я это свидетельствую Перед всеми Непрерывно И как хотите Чтобы с вами поступали люди И так и вы поступайте с ними Вот я сразу считаю И я говорю Я никого не убиваю И меня не убиваете А вы говорите Выбивать кого-то надо Вот с вами поступят так Какое бы место писания Я не прочитал Оно мое Оно ко мне написано Я его усвоил Я пережил его По нему живу Я не могу об этом не говорить Вот смысл-то в чем Плач Еремии Вон смотри По милости Господа Мы не исчезли Ибо милосердие его Не истощилось Оно Обновляется Каждое утро Велика верность твоя Вот я это считаю Я прям могу написать Какие дни Когда Как это было Столько же чудес У меня было Моя жизнь Это чудо Божие Я не должен был жить Десятки раз Должен был умереть И все позади Как будто никогда И не было Как меня можете обвинять Когда я хвалюсь Моим Господом Я всегда говорю В нашей семье Самого неугодного Десять детей Меня Бог избрал Никто больше Меня матери Огорчений не доставил Как я А меня Бог избрал Через меня Мать пришла Вот как Бог сделал А могут сказать Другие наши братья Там Батюшка Не могут Представь Ко мне Мать приезжает Из Потеряевки В Хабаровский Военный госпиталь Где меня залучили После этого Приезжает В Латве Венсполс Она никому не ездила В гости А там приезжает Где меня уже Полностью захватили Молитва матери Она меня на вокзал Провожала Я беру ружье Заряжаю Иду с ней вместе Ночью на вокзал А обратно Я ружье отдал Поехал И меня именно Бог и нашел Почему Златоуст говорит так Если земля Неспаханная Дает буйные Старники То распаши Там Очень плодородная земля А если ничего не растет Пока она не распахана А распашешь Ничего не будет До обращения к Богу Бог дал мне Уже неоднократный знак Что ты избранный Ты не должен делать Как они Они вот напиваются Они запиваются Я никого не осуждаю Но я знаю Сила Божия Избрание Решает все Они не могут Слушать это Попы Они прям Умирают от этого 50% Ну и хорошо На этом становимся Половина жизни моей Для того чтобы Узнать Бога Найти его Вторая половина На то чтобы Притворить то что я услышал Я успевал на каждом повороте Засеять поле Застолбить межу Со златоустом Путь житийный Пройден С той стороны земли На все гляжу Это мои слова Мое стихотворение А почему ты сам Пишешь о себе Почему о себе Я о Господе пишу Он сделал Дал мне Златоуста Я вопрос За вопросом Буду им задавать Что вы за мной Гоняетесь Ну покажите У кого есть Такие надписи Как у меня Слово твое Живо и действенно Покажите У нас Каждая запись Дома кончается Он Володя Направляет туда Ну простое Вы не можете Показать Потому что Вы не живете По слову Божьему Вам система Убери систему Патриархии Вы никто Даже пугалом Огородным Оригинал Совершенно негодный А ты должен Везде быть Независимо от того Где-то один В пустыне Ты должен Гореть Как свеча Перед Богом Один Сейчас везде Заговорили Свидетельство Надо Необходимо Благовестовать Знают люди Не знают Говори Так я это 50 лет говорю Вы меня убивали За это Я рад Что пробивается Где-то Крещение Полного погружения Нигде не было Я добивался Добивался Тут Первый начал Строить Александр Пивоваров И вот Крестились наши Все Тут Обратились Из баптистов Которые Ну а теперь И говорить нечего Мы тут Единственные Может быть До Москвы А то и дальше Которые Мочонок Вы крестили Я хвалюсь Моим Господом Я ему Иногда говорю Господи Хорошо Что ты меня избрал Ты Господи Не ошибся Я с ним Разговариваю Как с моим Лучшим другом Поэтому Благослови меня Чтобы Не было Эта ошибка Благослови господи Измила Степановна Игнатих Иванович А я бы хотела Сказать Что Все кто Не принимает Эти слова Слова Которые Слово Слово Действие Живо Действие Слово Для них Не живо Не действие А не мертвые Поэтому Вы говорите С мертвецами Их нужно поднять Начали Все вылезут Себя И он Открыто Все это Говорит И пишет Как Может Ну Как Не знаю Что сказать Будете Скоро Трупами Кормить Людей Людовестом Заниматься И это Открыто Открытым Текстом Он сидит И говорит Канонизирован Он всем Угодил За него Все проголосовали И военные Он говорит Россия разгромит Турцию Турции не будет И Стамбул захватит Россию Это он говорит Сам И греки Воевать там не будут А потом Россия Стамбул передаст Грецию Даже умалишенным Нельзя назвать Россия Дома Ничего не сможет Сделать У нее сейчас Рут со всех сторон Китай только Дыхнет И все сгорело Сейчас точно Узнал Напротив Одной дивизии Русской 109 Китайских Развернуты 109 И по вооружению И по обучению Даже сравнивать Не надо 109 Ты понимаешь Что это такое Вот и все Доигрались Китайцы Как роботы Куролесили Абортами И кражей Я писал об этом Все А то Турцию Завоюет Неоднократно Мили Сейчас Береговая линия На 7 милей А потом ее Отодвинут А то русские Придут Русские Но им трудно Будет Он все это Говорит Как будто Какое отношение К вере имеет А они на этом Живут У них отняли Разбили И они И они Тысячу лет Бредят Я был Нынче В Стамбуле Я чуть под сиденье Не залез Ужас Напал на меня Такого движения Не видал Километров 50 Берегом Тянется Тянется Друг на другом Вот такими Вот этажами Машины Машины Несут Во всех Направлениях Мы кое-как Съехали С трассы И там Начали Уже По городу По Стамбулу Это Второй Рим Там Ничего Нет И не Дощем Там Холмы Не то Что потеряевка Ровный Огород Посадить А там Еще Нет Одна Потеряевка Она строит Стоит Трех Римов Трех Стамбулов Ну Да Спасибо Христос 12 Ибо похвала Наша Сия Есть Свидетельство Совести Нашей Что Мы В простоте И Богоугодной Искренности Не по плотской Мудрости Но по благодати Божией Жили в мире Особенно Живу вас Так он про себя И говорит Он жил А не сосед Чего вы к нему Не привязывайтесь Я больше всех Потрудился Больше всех Пострадал Павел Непрерывно Говорит Вы не можете Сказать А я это могу Мне священник Один сбрасывает Я считаю эти слова Я ни на ком Не видел Что так исполнились Как на вас Это вы мне Говорите Вам маленько Господь Открывает Толкование Вот что говорит Служит для нас Источником утешения Совесть наша Свидетельствующая нам Что гонят И преследуют Не за то Что уличили нас В худых делах Но за добродетель И за спасение Многих Итак Первое утешение Проистекало От Бога А это говорит Проистекает От чистоты Совести моей Посему и называет Его похвалой Показывая Этим великую Силу убеждения Какую имел В чистой совести Я хотел сказать Дети Вот сегодня Занятия с детьми было Лена проводила Я немного сказал А дома родители спрашивают Как у вас было И что они говорят Интересно Что говорили божественно Они ничего не помнят Что я сказал Из своей биографии Они все это пересказывают Почему Живо и действенно Они реально Дети видят Что слово Божие живое Оно меняет человека И нападают И мертвецы на меня Они о себе Ничего не могут сказать Эти попы Ничего нету Ну что он будет говорить Вчера кадила была Сегодня Батюшка рассыпал угли По ковру Я боюсь Как бы он не сжег дом За ним заходи туда И проверяй в кадиле Михаила Фаса Ты заходила Сгорела Да Ну он сам рассказывал А пожарники пришли Там можно было Говорит И не лить Все залили Все Все перпортили Новую церковь построили Я там был у него Они ничего не могут сказать Я детям говорю Это новое что и сожгли Старое Старое Дети-то Они запоминают это Как меня ангел спас Я рассказываю Вот здесь вот И тут же рассказал Вот как Это было Как аппаркил Нога стоит На железном Как на ноже Она в ногу Вот так отрубила Сразу А там ни вращения Ничего нет Я просто кровью Истек Дети все это запоминают Почему Живое слово Живая струя Я показываю Бог жив Ангелы живы И Господь Так же любит и вас Молитесь Мне сообщили Об одной больной Молодая девушка 19 лет Фотографии прислали Красивая Красивая Просто хорошая Везде помогает Кроткая Нигде с миром Не знается Постоянно В храмах Везде Вошел бес Бесноется Беснование И я стал просить Детей Чтобы помогли Молиться Детская молитва Я сильно на детей Надеялся И мы сегодня Я пришел И помолиться Так ли она была Да Вот так Ну не могут Этого попы сказать Они не знают этого Я объяснил Что такое беснование Это не означает Гибель души Привел Златоуста Первый том Ребенок многое Не знает Но это он запомнит Почему Потому что Слово Живо и действенно Оно бьет источником Живости для других А он Так Поп Понимает У него ничего нет Он Что там Приходят Уходят Разные крестные ходы С властями Везде Одобряют И вот Там Коруби Это ваше дело Я знаю Живого Бога И оно Во мне Это слово Что бы я ни читал Не слушал У меня мгновенно Автоматически происходит А как это по слову Божию И прямо фразами Высвечивается Слово Божие Это настолько уникально Я это увидел Ну не кто-то увидел А был игумен Сахаров Я говорю С утра до вечера С утра до вечера Все новое И ни одного повтора У него магнитофоны Все сели Так он рукой записывал Так это не мое Это его отзыв Это не мое Отец Кирилл Идем с Игнатием Вдруг он остановился Начинает молиться Я говорю В чем дело А вы слышите Как Жаворна поет Прославим Бога А то стихи начинает петь Говорит Это совершенно Это целый феномен Это не мое Это континент Отдельно Какое бы дело Не заговорил Оно есть Почему Это Бог мне дал И они просто шокированы Попы Понимают Его академия В свете того Что я говорю Оно нуль Ничего не значит Я рад Что я не учился нигде Я внух Христа просидел Полвека С Марией вместе Мою душу Никто не корежил Никакой Осипов Вот вы заметили Когда сидят они Бритые Все бритые Везде галстук Галстук снял Обязательно расстегнутый Застегнутого Ни одного нету Я раньше это не видел Обязательно должен быть расстегнутый Потом я только узнал Что это То есть Это свидетельство Вторая ступень масонства Я галстук снял Масон А теперь я снял Смотрите Ну я маленько отдыхаю Она у меня расстегнута Я не то что там В армии Вот я застегнулся В армии Вот все 60 лет Не расстегнулся Почему Это собранность Зачем вы в армии Наказывали за расстегнутую пуговку Служил? Ну что Тебя наверное уже разрешали Расстегнутым был Ну я ходил в армии Офицером я был уже Поэтому У нас Это наряд Это очень строго смотрели У нас один подгорный Еще заел А я не буду Ну Командир Тут маленький Он сказал старшему Говорит не слушается Вызвал капитана Почему На кухню не идешь А что я плохого взял У тебя пуговка была расстегнута Ну и что? Сколько тебе наряд? Я даю 4 4 наряда 4 наряды Ты будешь вечерами чистить картошку А остальные кино смотрят О, ну я не пойду Он говорит Как ты не пойдешь? Я капитан Я тебе сказал Ты не должен идти Я тебе нож в руки давать не буду А я не пойду Он сказал полковнику Так Его сразу вызвали Это так было На вулк вахту его Какой еще? А он на вулк вахте Вывели Чтобы вернуть назад Но не вернешь Война Война Отступают А все застегнуты Расстегнуться нельзя Почему? Это держит его в форме Что вы меня обвиняете в этом? Я увидел это Ни один об этом не говорит Да что в пуговке дело? Не торопись А что борода спасает? Что крестик на вас Он спасает? То есть все Ничего не спасает Спасает ваша надменность только Все имеет значение Все Самое малое имеет значение Что говорит Свидетельствует нам совесть? И почему мы хвалимся? Мы поступали в простоте То есть в незлобе сердца И в искренности И открытости ума Не имея ничего Что нужно было бы скрывать Ничего зазорного Это приемлет Бог Говорил это Имея в виду Коварных лжеапостолов Не по плотской мудрости Слова То есть без исконных слов И хитросплетенных чувствований Ибо мудрость плотская такова Что они надмиваются ею А он отвергает и презирает ее По данной Богу мудрости Знамением и чудесам Бывшим по благодати Божией Величайшее же составляет утешение Когда кто в себе Самом имеет свидетельство Что делает все Не человеческой силой Но благодатью Божией И жили так они Не в Каринфе только Но во всем мире Каким образом? Ибо апостол проповедовал им Евангелие Не только со знамениями Но и без всякого С их стороны воздаяния Заметь Как он собственные действия Относит к благодати Божией Чем молчите-то? Вопрос задайте Что? Подтвердите По прочитанному Еще раз стих Ибо похвала наша сия Есть свидетельство в совести нашей Что мы в простоте и богоугодной искренности Не по плотской мудрости Но по благодати Божией Жили в мире Особенно же у вас Да, брат? Я могу один случай привести Когда, например, человек говорит Что? Там говорит Это все Господь сделал Как говорится У меня такой был случай Я в интернет вышел Может уже повторяюсь На священного мучника Даниила Там есть у него сайт Вот И у него кто Были его последователи Они организовали У них есть такая страничка Там Дневник миссионера называется Вот И я это решил тоже Своего дневника Там привести Некоторые дни Как я благовествовал Вот И там надо было выйти Через Как у нас На форуме Также Которые Это администраторы Я вышел Он спера смотрит Можно ли этот материал поставить И вот там Сергей один Станиловский Он посмотрел Говорит А у вас тут Говорит Все хорошо Говорит Что вы Да Благовествовали Молодцы Говорит У вас тут написано Вы движимы были Духом святым Говорит Как-то вы Говорит Не гордость ли От этого у вас Говорит Что вы так написали О себе Но я думаю Ну ладно Убрал даже эти слова Просто убрал Думаю Ладно уж Я вспомню Игнать Как он говорил Про старообрядцев Что Они вот Там Что-то Материалы У вас какие-то были Он говорит Ладно Даже эти материалы Уберу Чтобы издалось А потом Говорит Все-таки Издал Все полностью Материалы Вот я убрал Он вот так И не поставил То есть Просто сказать Что движим Духом святым Уже Я же присваив Это Богу Не себе же Присваю То что Господь Делал через меня Я попутно Вопрос задам Слово Божие Живо и действенное Вопрос Это А когда оно Для вас стало Ко мне Вопрос А я теперь К вам вопрос Поворачиваю А вы когда начали Первый раз читать Библию Вы читали ее С карандашом С ручкой Или просто читали А если когда читали Вы делали Какую-то разноску А чтобы понятно было Вот я его читаю Первый раз Я на корабле В кубрик зашел Это комната Где ночует И я выписываю Разными чернилами А отдельно Это моему дяде Это прямо к нему Дальше Это отцу А это матери Оно у меня Я считаю Оно у меня живо и действенно Заговорило К кому именно И на кого оно повлияет Вот это к сестре Вот это к брату Вот закончил Ну по листику написал А вот для себя Целую тетрадь написал Я полностью Не место указа А полностью переписывал Как я мог не запомнить Вот для меня Оно живо и действенно Я поясняю Что такое О себе говоришь Я говорю о том Что встретились Грешники Благодать Божия И как она его преобразует Оно заговорило во мне Для меня не было Эти буквы Я как будто голос С неба слышал Каждое слово Конкретно Я бы хотел Вот это сказать Матери Оно уже сказано Я и показал И теперь прочитаю И оно будет иметь Такое действие Что мать отпыкается И обратится Оно живое действие Они этого не знают Не знают Иначе бы они где-то Употребляли бы Хотя бы в словах Хотя бы в надписи Я свидетельствую Перед Богом А что так Это единственное Так и надо быть Я не мог утерпеть Хотел удержать Во мне этот огонь Никак Я сразу всем написал Знакомым Там у меня десятки Десятки Были армии везде Я всем написал Мгновенно Сколько на конверты Потратился В среднем У меня выходило 1200 писем в год Вообрази 100 писем Ежемесячно Это надо И конверты купить Все на это поставил Вот какое Тогда по другому Нельзя было Интернета не было Скайп не работал Так еще и написать надо Так написать Все написано было Чемодан Батюшка как-то говорит Осталось чемодан Надо писем только было Вот псалтырь Я спрошу вас Кто псалтырь Переписал рукой Хоть раз Вот Ну я где не коснусь У меня все не такое О чем я думаю Говорит Это во мне Я сижу в тюрьме Маленькое где-то Но солнце попадает туда Допустим полчаса Я старался успевать И крупно Бумагу достал Директор своровал Дорогой шел где-то И кухня рядом Я говорю Утащил И мне принес целую пачку Но тут-то мы уже Обрезали ее Как надо-то Я крупно переписал Псалтырь И у меня это в книге Вон там написано Сколько там В месяц Или два Полтора И дальше по ней Я молился Крупно Отец таким в армии Я опять Открытки покупаю И по открытке По смыслу Псалм А к нему Сколько стихов В 118-м псалме Самом большом 176-м псалме Юстиняна Главным это Даже канона Сатана знает Дал ему знать канона Больше ничего нету Вот одно слово Сатана И они И они им пользуются А я не знал Что Сатана дает Я потом добывал Это молитвой Непрестанной Поклонами Любовью к Богу Я как будто с ними вместе Жития святых А для меня и жития Живы и действенны Я с ними вместе Начитывал И плакал И мерз И горел Это Бог дал Какая моя вина Что вы мертвые Вы слышите это И умираете Дрожите От злобы Покайтесь У вас этого не будет Вы будете радоваться Что хоть одного человека В России может быть Бог избрал На то чтобы Животворить Вот это слово Показать Любовь к Богу Любовь к Слову Его Самое большое Потрясение Для меня было В 64-м Наверное году В 63-м Когда я приехал Первый раз Семинарию В Академию ЗАО Это Тогда называлось Оно Загорск А теперь Вернуло Старое название Посад там Я с ними стал Говорить Никто Слово Божие Не знает Академисты Никто Я в шоке был А они мне сразу Так вы баптисты Я перекрещусь Так это вы специально Для нас делаете Для нас Ты помнишь Нина как Когда были у нас здесь И говорят А у них иконы Так это не ради вас Потому что вы Прикрываетесь Епископом Я сейчас прикрываюсь Епископом Максимом Прикрывался Московской патриархией Дмитриевым И сейчас этим Иванниковым Сергием Вы прикрываетесь А на самом деле Вы баптисты У вас сектантское Все А они меня определяют Сектантские Только не говори Что это слова Которые ему Влагает Другой Который Ты бы ко мне Уже 10 раз приехал Узнал Спросил Непрерывная Травля идет А я говорю Я благодарю Бога Когда имя ваше Неугодное Поднесут Радуйтесь И веселитесь Поэтому я всегда радостный А вы все время Гнетесь И болеете Вы мне не можете Простить Что я не такой Перед вами стою Вот такой вот Перед вами Вот такой Петрахиль А я исповедуюсь Но не больше Двух минут Поблагодарил Бога Отошел Мне не говорить Нечего Да Господи От этого я не избавился О чем Вот считается Я все в себе Осознаю Но в духовном плане Помоги Господи Батюшка Помолись обо мне Избавиться от всего этого От чревоугодия И от прочего Вот и все Чревоугодник Нашел все Я все осознаюсь Перед Богом Нигде Оправдания не даю Вот зайду Что-то у батюшки Там Полчаса стоят Не знаю Один раз покаялся И все Навсегда отмер Больше его не будет И без сказ Я хочу сказать Тоже как Игната Тихоновича О себе Но только я Когда читала Слово Божие Первый раз Я ничего не понимала Ничего не понимала Я вот искала Кто бы мне Объяснил вот это И с помощью Одного человека Я пришла на занятие Игната Тихоновича И только я Когда стала Слушать его Вы знаете Вот именно Оно живое Оно проникало в меня Я сидела Я как будто Вот я Я вообще Как будто И слушала Я думаю Ой как я живу Я все кверх ногами живу У меня все неправильно И понимаете Оно ко мне В меня входило Входило обильно И вот эти слова Которые Вот Игнати Тихонович Он испыл Ну с самого начала Они в него вошли А в меня Библия не вошла В меня вошли слова По объяснению Слова Божьего Когда мы стали изучать Библию По фифилакту болгарскому И вот оно у меня входило И я тоже разными Чернилами писала Разные Не чернилами Шарикой Ручкой Синий Зеленый И красный У меня вот Много-много-много Конспектов И у меня они Разными чернилами написаны Помнишь Таня Мы ходили Все разными писали И вот это все живое Оно обильно входило И я сразу Переменила свою жизнь Сразу моментально И я поняла Как мне жить И как мне делать И все что это Я поняла Я влюбилась в Слово Божье А уже говорить нечего Какая благодарность была Игнатью за это Поэтому я в себе Радость испытала Благодаря Игнатью Игнатьевичу Низкий вам поклон Вот интересно Спасибо Христос И простите Вот апостол говорит Павел Подражайте мне Как я Христу А потом И взирайте на тех Которые подражают Этому образу Они не могут Сказать что подражать А я в епархии Среди священников Я говорю Я могу вам сказать А вы этого не можете Почему Вы коростолюбивые Трусливые То есть Самые порочные Какие есть люди Они собрались Здесь у вас Лицемерите Друг перед другом Как я могу тебе подражать Я могу вас к этому Почему У меня Бог от этого От всего освободил У меня даже нет В зачатке этого нету нигде Бог убрал Убрал И начал творить свое дело Дух Святой делает Как ему угодно Я вот утром просыпаюсь И до молитвы Успеваю компьютер включить Я говорю Давай перед молитвой Прочитаем что пришло И вот У меня все вот так Было перевернуто Наконец я наткнулся На ваш сайт Форум У меня все стало на место Я обрела вторую жизнь Мы разговариваем Только о том Что читали Непрерывно От вас не отходим Никуда Этих свидетельств Конца крайний Новые-новые люди Сектанты Там я отдельно Только собираю И прочее Я думал Эти неразрешимые вопросы А прочитал о вас Один раз Я поняла Да Я поняла Что церковь православная Настоящая Но там полный завал Везде И надо работать Вот это самое трудное Не только надо видеть Но конкретно Встрять туда И начать работать Освобождаться От этой скверны Пусть они покажут Вот я каждый раз Когда посмотрю Говорят Называйте их людей Которые враждуют Им никогда Никто этого не напишет Почему? Да если вам подражать Еще один лицемер на свете Появился Сегодня только один Говорит Я жил вот так же В алтаре Прислуживал Всю эту ложь видел Хотел пойти в монашество Вот как Дебунов монах был сейчас Пообрази себя Его Ему Марина удержала Еще тот А теперь А теперь Говорит Я понял Побывал в Потеряевке Все дело во лжи Стал Богу молиться Чтобы лжи-то во мне не было И все встало на свое место Везде непрерывная ложь Ваш отец дьявол И когда вы нападаете Я понимаю Не ты нападаешь А ангел сатаны Удрущает Жало вплоть мне дано Потому что мне Слишком-то много дано И поэтому я говорю Господи Благодарю за гонения За этих несчастных священников Пусть они дудят Свою дуду Как хотят-то А я им Протрублю На весь свет Чем больше они на меня нападают Тем больше Я молюсь за них Я желаю Чтобы они спаслись Самое маленькое О чем они говорили Когда-то Они уже и забыли А я продолжаю молиться И молиться Ежедневно Почему? Потому что Он нуждается в этом Это дьявола Нападение И Златоуз говорит Посмотри на той стороне Кто там Строит это все И на него нападай А не на этот сосуд Он просто сосуд Да кого он Такой-то Мне не надо его судить Такой-то Я вижу по делам По делам это лукавое Но Он живет Я молюсь Все Беспроигрышная У меня позиция Нина Александровна Я хотела Вот На Володина Слова Вот мое Видение Вот этого Обстоятельства Которую он Рассказывает Как он к ним обратился Написал туда им Движимый дух Духом святым Что им не нравится Это слово Оно для них Не звучит Они боятся Не потому что оно Не звучит Оно звучит Это слово Потому что Дух святой Живет И трудится А там его нету Нету рождения Свыше Если бы было Рождение свыше Они бы так не сказали Почему они так смело Говорят что Да это там ему Сатана подсказывает Это ему там Сатана Его за собой тащит И он учит Это сатанинским делам Ведь они же не боятся Этого говорить А тут что Дух святой Одно слово Их это пугает Вот эта фраза Дух святой Их пугает А как же тогда Относиться К Серафиму Саровскому Сказавшему Стижайте духа святаго Как? Молитва и пост Есть они там Во-первых Крещение По вере Ведь крещение По вере Это один из элементов Один из этапов Стижания духа святаго Это крещение А крещение По вере А если нет веры То значит А крещение есть Оно ничего не дает Потому что нет Рождения свыше А перед этим Должно быть рождение Духовный человек Должен родиться А потом уже По вере Потому что он уже Рожденный От слова От слова Вот я родилась От слова Которое Я услышала На занятии От Игнатия Тихоновича То что я прочитала В писании Я это уже Прочитала Но я его не понимала Я только Я только поняла Что А что такое Дерзай Черь А я думаю А как Куда Что Я сидела Еще несколько времени Наверное Больше года Я сидела Только для того Чтобы мне потом Услышать Вот из уст Игнатия Тихоновича Многие-многие Ответы на те вопросы Которые во мне Звучали И не было Никакого страха А тогда как Еще В этом Если Крещение принял А поста Ведь многие Я вот сколько Я много беседую С людьми Практически Редкий человек В нашем православии Постится А ведь без поста Поста молитва Без поста Ничего нет Ну молитва Может быть там И какая-то есть Я не буду Даже об этом говорить Я верю Что люди Молятся Потому что Эти молитвословы Мы читаем Я вот даже Еще Задолго-задолго До того Как мне уверуют Я читала молитвослов И его каждое утро Читала Но я не понимала О чем На церковнославянском Это опять же Нужно было Вот это слово Которое Живо и действенно А где оно В Писании И пока я не начала Читать Святую Библию Это было далеко от меня И я сегодня Вот убеждаюсь Вошел на наш Вот на форум Нет Видеоканал Паренек 18-летний Из города Киева Дмитрий Ткач 18 лет Парню Какие он Приводит Примеры Он читает Он Он говорит Я верующий Я читаю Вот Апостола Павла И он конкретные места указывает Как они касаются его Какая радость его охватывает Его радость охватывает И он не боится произносить Слово Дух Святой Он этого не боится Значит он и будет делать Дела добрые В Духе Святом В Духе Святом А эти дела добрые А потом еще дальше Еще какой шаг у нас Раз мы приняли крещение По вере приняли То мы Члены общей Евхаристии А если без веры принял Ты в Евхаристию входишь Оно пролетает мимо И вот то что Володя говорил Они это Его Обличают в том Что он в обольщении Да где же тогда вы находитесь Если вы эту фразу Дух Святой Боитесь Оно пролетело мимо вас А в Евхаристию вошли Ведь они все идут на исповедь И причащаются А если это без веры Вот оно и пролетело мимо Все я сказала Ну а как царь Давид Царь Мафеев говорил Духа Твоя Святого Не отними от меня Не отними от меня Это Просит он даже Просит Не отними от меня И возврати мне радость Спасения Твоего Возврати Меня более всего Удивляет Как до сих пор В нарушении канона Символ веры И Духа Святого Мы не произносим Истинного Если не истинный Дух Ну тогда Какой Дух Встает вопрос Какой Дух Тогда присутствует там Святой или не святой В Духа истинного Убрали это слово А это слово Огромное значение имеет Как можно было Из символа Это кредо Каждого православного Христианина Это принято На соборе Это не просто так Придумано кем-то Старобряцев Нет Старобряцев Читается Все Впереди написано Бога истина Бога истина Бог Отец Бог А у Духа Святого Слово истины Выкинули Да Разве это нормально Виктор Андреевич Если Вы позволите Я еще чуть-чуть Продолжу Это слова Вот произнесла Она не православная Христианка Но она себя Относит к христианкам Это к христианам Людмила Плет Всем известна Ну большинство В мире люди ее знают Потому что Это очень популярное имя Но она не христианка Православная И вот она говорит О Духе Святом Что Я опять К Духу Святому Она говорит Вот духов Их вот сотня Сто духов И среди этих Ста духов Только один есть Дух Святой Он один А все 99 Это не святые духи Это разные духи Духи злобы Поднебесной Они разные У кого-то проявляется Во лжи У кого-то там В каких-то других страстях У кого-то В наркотиках И так далее Она их перечисляет все И вот все Среди этих всех Только один Дух Святой И всегда Надо себя проверять А в Духе ли ты Святом А не Обладел ли тобой Тот Дух Другой Который Ты принимаешь За Святого Вот еще Я полагаю Я полагаю Что мы должны Уже закончить И призвать Господа Чтобы Дух В виде голубени Который сошел На главу Иисуса Христа Крещаемого Воды Воды Коордана И на нас Сошел Тоже Относительно Голубей Вот у меня Голубь и голубка Первый раз Здоровая Обычно у меня Они больные Там их Выхаживают Отпускают Здоровых взял И она Села Парить И вчера Вывелся У нее Голубенок У меня В коробке В избе А я их Как утром Опускаю Они у меня Летают По комнате И все Но второе Яйцо Непонятно Целое Или нет Еще лежит Но второй День Уже Голубенок Официально Так что Я С духи Голубиным Иду Голубиник Да Помолимся Игнотекс Помолитесь О нас Грешник А вы О мне Помолитесь Грешник Давай Останавись Рядышком Вот Молодец Боже Милостив Будь Мне Грешному Создав Име Господи Помилуй Вячеслав И согрешил Господи Прости Меня Грешник Слава Тебе Владыка Неба И земли За этот Дивный День Запоминание Напоминание О том Как Ты Возлюбил Нас Как Умер За наши Грехи Господи Боже Наш Благослови Нас И распусти С миром Услыши Молитвы Всех Молящихся О нас Мы Приносим Тебе Хвалу Благодарение За все Твои Милости И Долго Терпение И Прими Воздиание Рук Наших Как Жертву Вечернюю Благоухание Приятное Перед Престолом Благодати Твоей И Эту Несчастную Анну Которую Без Захватил Освободи Ее От Него Благослови Наших дорогих Братьев и сестер Дух Аминь Так у нас сегодня суббота Воскресенье Так я про это и говорю Что воскресенье у нас сегодня Воскресенье Сегодня вечер Омоление еще будет Да, в 4 часа Ну я и думаю Что же мы так Растенули Распраздновались День за день Праздник